Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке я хочу поговорить с вами о работе с готовыми проектами. Что это значит? Допустим, вы скачали с интернета какой-то проект и хотите его немножечко отредактировать, вставить свои фотографии и так далее. Но, представим себе такую картину. Вот вы открываете этот проект. Вот я захожу в файл, открыть презентацию. Вот у меня файл с презентацией. Если у вас только один вот этот файл, то вряд ли вы сможете что-то сделать. Ну вот, смотрите, я допустим открываю его. Вот он мне ругается, что он не может найти фотографии. Вот у вас появляется вот такая вот таблица. То есть здесь ни одного файла, который входит в проект, программа не видит. Если даже мы найдем, если даже я нажму сейчас кнопку ОК, то она все равно не видит эти файлы. Видите? Вот я загрузила вроде бы проект, но ни один файл не найден. Как с этим быть? Прежде всего мы можем... Я сейчас закрою эту презентацию. Снова открываю ее. Если у нас выскакивает вот такая таблица, мы можем найти путь вот этим файлам, если они у вас есть. Я специально сейчас убрала их в другую папку, чтобы показать вам, как это можно сделать. Я знаю, что вот эти все файлы лежат у меня в другой папке. Я нажимаю кнопку Обзор. Ищу папку, в которой находятся мои файлы. И вот я их нашла. Если это файл с расширением PNG или JPEG или еще какое-то изображение, то мы заходим вот в эту папку. Если это файл видео, то мы, естественно, заходим в видео. Если это файл аудио, то мы заходим в папку Аудио. Итак, первый у нас файл изображения, поэтому я захожу во вторую папку. Ищу. Мне нужен номер 4. Вот я здесь ищу этот файл. Вот он. Нажимаю Открыть. И видите, у нас этот файл уже открылся. Более того, все остальные файлы, если они не находятся в этой же папке, они тоже открылись. Вы просматриваете дальше и точно так же ищите те файлы, которые вам нужны. Вот у меня еще один файл. Это видеофайл. Я тоже его выделяю. Нажимаю Обзор. Иду в папку Видео. И вижу, вот мой файл. Видите, он тоже у нас появился. Смотрим дальше, что у нас. И у нас осталось только аудио. Я выделяю этот файл. Снова иду в Обзор. Теперь захожу в Аудио. И вставляю. И вот вы видите, у нас теперь все файлы присутствуют в нашей презентации. Мы можем смело ее открывать. Она у нас откроется и все будет хорошо видно. Ну, давайте попробуем это сделать. Вот я нажимаю кнопку ОК. И пошла загружаться моя презентация. Сейчас она загрузится. Вот презентация наша загрузилась. Мы можем ее включить и просмотреть, что у нас получилось. Вот, пожалуйста, презентация идет. Все идет нормально, все хорошо. Я не буду дальше ее проигрывать, чтобы не тратить ваше время. Эту презентацию вы можете посмотреть на моем сайте. А сейчас хочу вам показать, как же сделать так, чтобы у вас не получалось таких неприятностей. Допустим, вы сделали вот этот проект. Если вы хотите, чтобы с ним можно было работать не только на вашем компьютере, а перенести куда-то или друзьям, или перейти на другой компьютер, вам необходимо прежде всего собрать все файлы этой презентации. Как это делается? Ищите вот эту кнопку Сервис. Здесь есть сбор файлов презентации. Нажимаете ее. И вам выдается. Нужно сначала сохранить эту презентацию. Сохранить? Да, сохраняем. Значит, сначала вы выбираете папку, куда вам нужно ее сохранить. Ну вот. Я нашла у себя ту папку, в которой она у меня должна быть. Вот. И сохраняем. А теперь в эту же папку мы собираем все файлы этой презентации. Это очень удобно, чтобы вам не пришлось по всему компьютеру потом искать все ваши файлы. И плюс ко всему вы можете передать их кому-то или работать на другом компьютере. Теперь нажимаем кнопку Собрать. Вот пошел процесс сборки файлов. Здесь компьютер пишет, что уже собрал наши файлы. Но вот здесь вот идет еще сбор. Поэтому подождем, пока он это сделает. Вот компьютер собрал все файлы нашей презентации. Если мы сейчас найдем папку, в которой была наша презентация, видите, у нас появились еще три папки и вот этот файлик. Вот этот файлик нужен для того, чтобы компьютер быстрее и легче находил вашу презентацию. Когда вы пересылаете этот проект кому-то из своих друзей, вы можете этот файл смело удалить. А вот эти три папки, вот если мы откроем, здесь у нас аудио, здесь у нас собраны все изображения, которые нужны к этому проекту, а здесь у нас видео. Все эти файлы вы собираете в одну папку, называете ее соответствующим образом, запаковываете и можете смело пересылать. Вот, собственно говоря, и весь наш урок. Итак, в сегодняшнем видео уроке вы узнали, как работать с файлами или презентациями, которые вы скачиваете с интернета или те, которые вам присылают ваши друзья. А также вы научились собирать файлы своей презентации, чтобы можно было с ними работать на других компьютерах. На этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok